Привет, друзья! Ред видеть вас у себя на канале о здоровье, тренировках и жизни. Сегодня я предлагаю поговорить о жизни и отправиться со мной в путешествие. Мы наконец-то такие, наверное, как и все, мы полтора или два года уже никуда вообще не летали. И сейчас мы решили посетить Гданск. Это такой город в Польше, город на берегу Балтийского моря. Это такая агломерация большая. Есть рядом город еще Гдыня, Сопот. И в этой поездке я хочу посетить Гданск и Сопот. Покупаться в Балтийском море. Впервые в жизни я хочу в холодное время покупаться в море. И я предлагаю вам посетить со мной этот город и отправиться в это путешествие. Я постараюсь показать максимально информативно и полезно еще это видео. И поставляю под видео все ссылки, например, на места, которые я буду посещать. Допустим, на рестораны, где мы будем кушать, кафешки, рестораны. Покажу отель. Так же самое под этим видео вы найдете все ссылки на отель, примерные цены. Я постараюсь максимально много полезных ссылок оставить под видео. Заходите обязательно и смотрите там. Вот, всей семьей мы летим в Гданск. Я с жена и малой Даня. Вот, возможно, вам будет интересно таким образом разбавить контент. Смотрите, еще, чтобы поделать, да? В аэропорт мы ехали на машине и оставили машину в аэропорту в Бориспольском. Кому эта тема интересна, как это работает, сколько это стоит, тоже загляните потом под видео. Я оставлю ссылки на цены по паркингам. И если интересны какие-то вопросы по этому моменту, задавайте в комментариях, я все вам поотвечаю. А теперь погнали с нами в Гданск. Полетели! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Привет, друзья! Мы только с самолета, только буквально зашли в номер. И хочу сразу показать эту комнату. Очень, очень нам понравилось. Мне очень понравилось. Первое впечатление просто пушка. Здесь какое-то все такое под старину сделано. Под дерево, дорогущая мебель, дорогие шкафы. Все очень красиво. Но сейчас сами все увидите. Я по-быстрому покажу, чтобы... Вот как мы заселились, какой здесь номер, да, вообще. Чтобы вы посмотрели. Мы только с самолета, я помятый, и жена помятая. То есть, мы покажем номер сразу же. Первое впечатление. Я еще сам не все рассмотрел. Погнали смотреть. Итак, заходим в номер. Сразу же у нас шкаф. Вот такие двери. Деревянные, тяжелые. Аж чувствуется, что они такие добротные. В шкафу у нас какой-то здесь ребенок. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. А ты кто такой? Я пук. То есть, вот такой большой шкаф. Зеркало. Вот такую заходим в комнату с двумя креслами. Значит, две кровати. Я так понимаю, их можно сдвинуть, да? Да. Мы сами еще ничего не знаем, только заехали в этом номере. Красиво, конечно, потолки. Посмотрите, какие потолки вообще. Вид, значит, у нас во двор. И это хорошо, потому что мы в самом центре. Название этого отеля будет под этим видео. Я ставлю координаты. Это самый центр возле фонтана Нептун. Ну, центральный уже, наверное, не придумаешь. Просто если бы выходили бы окна на другую сторону, было бы реально очень громко. А так будет тихое место. Окна во двор. Дан, тебе нравится? Да. Все нравится, да? По всему отелю такие картины развешанные. Я постараюсь еще по-быстрому снять потом. Значит, у нас вот какая-то водичка, чаек, чашка, чайничек. Круто. Мини-бар с холодильником. В холодильнике у нас Ничего себе. Слушай, ну я так понимаю, это же отдельная плата, правильно? То есть, если хочешь, можешь вот брать здесь. Тепо, ну просто счетик выставят. То есть, какие-то вон орешки. Пепси кола. Значит, сок, да? По-моему, это пиво справа. Ну и, конечно же, бухлиш. Маленькие бутылочки. Сникерс даже есть. Мини-бар. А вот это вот и есть цена, наверное, у нас. То есть, примерно, если в гривне переводить, примерно нужно умножать на 6,5 цены, чтобы понять, сколько будет гривне. Еще шкафчик. Ой, еще два стакана, а, отлично. Два стаканчика еще. Кресло. Лампочка. Вот такие еще лампы. Блин, ну, конечно, очень уютно, очень красиво здесь. Розетки снизу, как по Европе обычно. Напомним, Багданске. Первый раз в этом отеле. Но рейтинги у него, конечно, какие-то бешеные вообще. Значит, здесь шампунки, полотенечки. Вот еще полотенечки. Я думаю, где-то должны быть еще, потому что я не вижу больших полотенец здесь. Сушилка. Кстати, уже горячая сушилка. Душ. Ну, все очень аккуратненько. Как называется наш отель? Холланд Хаус. Холланд Хаус. Слушай, а есть где-то еще полотенце? Вот на кровати. А, вот на кровати полотенце. А то люди подумают, что тут полотенец. Все. Это что получается? Шампанское какое-то вино, да? Можно тоже здесь радеять. Смотрите, вот так мы сдвинули кровати две. Абсолютно легко двигаться. Они на колесиках, вон там снизу. Без проблем вообще. Посмотрите на это изголовье. Блин, ну очень-то. Такого плана не жил даже в отелях. И вот такие деревянные интуки. И кто знает, как они называются, напишите название. То есть это не телевизор. Это просто вот такие они тоже двигаются. Вот так. Итак, уточнение. Значит, евро у нас на 4,5 раза меньше, чем польский злотый. То есть нужно делить на 4,5. 1 евро это 4,5 польский злотый. Теперь смотрите, наблюдение номер раз. И хорошая идея для декора для дома. Можете вешать просто две одинаковые абсолютно картины. И не заморачиваться. По всей квартире можете так развесить, все будет нормально. Так, друзья, сегодня 16 октября. И отопление уже включили. Например, мы уезжали из Киева, и отопления еще не было. Батареи теплые, прям такие хорошие. Сейчас потрогаем. Да, ну не горячие, но теплые. Батареи теплые. И теперь смотрите, здесь, наверное, летом будет громко. Если, допустим, окна выходят во двор. Там люди, мы читали об отзывах, жаловали, что там громко летом. Что там какая-то кафешка, и она может быть довольно громкой. И еще одно наблюдение, что здесь нет кондиционера. То есть если, допустим, летом будет жарко, то вам придется открывать окна. А открывать окна, там внизу будет кафешка. И скорее всего это будет музыка или что-то там громко играть. То есть не знаю, допоздна или нет. Здесь кондиционера нет. Это нужно принимать во внимание. Ну и, конечно, учитывать, когда вы будете планировать свой отдых. Вот только посмотрите на этот ремонт. Это же невероятно круто. Это в коридоре, друзья. Просто вот холл в отеле. Лампы. Здесь тоже картина. Ну что, друзья, первый вечер в Дантике. Блин, ну это очень классный город. Я очень сильно рекомендую сюда приехать. Это вот как раз первое впечатление, как мне сегодня. Первый раз в жизни в Польше, в Данске. Мы гуляем на закате, вот мосты все поподнимали. И сейчас проезжали в судно. Это, конечно, очень атмосферно. Чайки летают. Очень классно. Очень круто. Так, что мы заказали. Вот это с салмоном. По сути, это драники наши вообще. А вот это с машрумс, грибы. Так вот, как называется заведение. Панкейк Данск. Это панкейки. Вот это картофельные панкейки. Вот они, potato pancakes. Второй, значит, we smoked salmon. Cottage cheese and chips. То есть это высоси с сыром. И вот грибы, mushrooms, onion and cheese. Лук и сыр. Вот вы видите цены. Мы заказали Diva Special. Это светлая. 0,410 золота. Вот так это выглядит. Это драники, по сути, наши. Ну, нужно пробовать. Полю, точка, магазин, бедренка. Здесь хорошие продукты. Хороший выбор, хорошие цены. Вот ориентир возле вот этого. Шпиля. И вот сзади вот видно, откуда мы пришли. Это впереди вот центр. Так, полю торгового центра Lidl называется. Он тут недалеко от центра. Надо пешком пройти. И пройти через вот такую подземку. Большая развязка перекрестка. Вот через его надо пройти. Только Google этого не знает. Поэтому вот смотрите на это видео, как сюда надо правильно перейти. Ну, и доехать. Или есть самокаты. Можно на самокате приехать. Машину арендовать. Транспорт скромных поляков, которые живут в Даньске. Блин, это просто крутейшие яхты. Катера. Что это вообще? Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Вот так можно понаблюдать за детьми, очень удобно. Смотрите, вот так можно покушать в столовке на 47-50 злотых. Вот ценник, то есть 13-14 злотых будет мясо стоить, по 7 брокколи и буряк, и 6-50 гречи. Моя греча, как это все выглядит. Нормальная порция, но цена такая не сильно дешевая, считайте сами. Есть такая комната детская. Нужно наблюдать за ними, наверное надо показать комнату. Здесь по нормальным ценам можно покушать. Как видео будет, ссылка на это место. Нашел чем занять жену и ребенка. Это что, это игра тут какая-то, да? Сверху надо было вводим фигурку. А, это пазл, да? Типа пазл на экране. Да ребята вообще не заморочивались в этой кафешке. В уголочек сюда. Игры всякие. Вот там посидели. Еще там дальше большой зал. Слушай, ну вечером тут блин вообще крутяк. Корабли все припаркованы. Я не знаю, тут как-то не атмосфера не Амстердама. Здесь какая-то своя особенная какая-то. Она все-таки отличается. Похоже, очень похоже по ощущениям, как в Амстердаме, но все-таки как-то по-своему здесь. Ну что, приехали мы в Сопот и ищем Кривой Дом. Главное не прийти к этому дому Кривому и не понять, что ты сам Кривой, а дом ровный. Вот такая шутка. Шутка от Анатолия. Классная улица, классная атмосфера. Первое впечатление, тут прям классный городишко. В общем, или я Кривой, или это дом Кривой, я не понимаю. Мне, по-моему, надо ходить как улист. Люди говорят, что нормальный дом. Ну, не знаю. Мне кажется, я какой-то Кривой все-таки. Кто-то Криворуки строил, однозначно, блин. Но если серьезно, очень рекомендую эту точку, посмотреть на эту интересную архитектуру. А мы в поисках пляжа, потому что я хочу покупаться. Кто-то не знает, я уже 9 лет маржую. Или 10, я уже запутался. Наверное, 9 лет я маржую. И я хочу покупаться в Балтийском море. Думаю, вы дальше это все увидите. Такая улица. И кофе. Субвей. Погона просто шепчет. Ну что, мы все ближе и ближе к морю. Надо мусор выкидывать в мусорники, правильно? Мы же в Европе. Смотрите, как здесь красивое здание. Чайки, кстати, орут. Я думаю, это было даже слышно. Морская тема здесь чувствуется. Кстати, даже в самом Гданске чайки везде летают. Это очень хорошо чувствуется. Я так понимаю, это какая-то прибрежная главная, наверное, площадь. Так что приближаемся к морю. Мне нравится, что они интегрировали вот дорогу. Вот это сзади дорога. Порт проходит под парком вот этим. И выходит вот там дальше. И это очень классно интегрировали. И парк не укоротили. Очень классное объединение, я считаю. Очень крутая интеграция. Даже фонтаны работают еще. Почти конец октября. Вот там сзади нас фонтаны. Вот такая крутотень, крутотенюшка, какая площадь. А море у меня за спиной. И это уже очень хорошо чувствуется. Итак, я впервые на Балтийском море, на пляже. И сейчас мы на это все посмотрим. Посмотрите, какая пляжная зона огромная. Я не знал, что тут прям с горами это все. Очень круто. Какой огромный пирс. Блин, очень классно. Включай. Ну что, я думал, что первое мое море будет от Азовской Кубани. Я 9 лет уже моржую, но только в реках. И никогда не купался в море. Так что это впервые. Первое море. Я еду в Балтийское море. Хотя я родился в Бернянске, но на Азовском море я ни разу не купался зимой. Потому что живут в Киеве. И что, попробуем быть? Я не купался. В барбах. Я не купался. И что, в городе. И я не купался азовский море. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, вода теплее, чем в Ебре, ага по 14 градусов. И сильно холодно, но далеко надо идти там мелко. И водоросли вначале, я не ожидал, что так далеко здесь не придется. Ну так, теперь надо быстро одеваться. Вода супер. Настроение стало еще лучше. Я не знаю, похоже, наверное, замерзшу. Ветер тут сильный. Тут будет ветер. Кто знает, у Чайки на ноге отметка. Навряд ли вы увидите, наверное. В общем, какой-то номерок на ноге. Это же кто-то поймал и отметил. Вам видно? У этого вот на ноге отместил. А это мой сын кормит чайок. Мама, дай ему. Мама. А ты кто такой? Из какого района? Если Даню заберут чайки, то ты будешь его ловить. Смотри, возле него кабаны там же все прилетели. Ты не слышала о случаях воровства детей чайка? В общем, мы только что запилили фото совместное. Парнишка стоял с каким-то таким, надо будет его потом, наверное, снять на видео, с фотоаппаратом тех времен. Но он сфотографировал на телефон и хочет нам сделать фотки в историческом стиле. Как будто напечатан на газете. Но только как он будет печатать, если он стоит на мосту здесь? Вот просто на этом причале, там буквально метров 20 за мной. Ну, сейчас посмотрим, как он нам сделает фотку, потом покажу. Ну, а пока мы на самом конце этого причала. Здесь есть ресторан. За мной он был. Конечно же, яхты. И очень много лавочек. Тут реально ездить посидеть. Проблемы с местами вообще не будет здесь. Смотрите, везде люди сидят, очень много лавочек. Очень тихо. Сегодня 18 октября, понедельник. Зафиксируем этот момент, когда я впервые покупался в Балтийском море. И вообще покупался впервые в море в холодное время года. Я в ноябре купался в Средиземном море, но оно не было холодным. В Турции. А так, чтобы вот 12-13 градусов, это впервые в моей жизни. И мне очень-очень понравилось. Очень круто. Вот с таким гаджетом на спорте. Так, прошу. Ты готова? Да, готова. У тебя есть притер здесь? Да. Да. По поводу сходства с украинским, здесь можно додумать, что это, наверное, как буква Т, это тоже, наверное, как буква Т звучит. То есть на украинском это звучало, хотя это латинские буквы, это звучало не седаты, просимо сберегти, просимо выбереть інший столик, аби сберегти дистанцию. Ну, в общем, похоже, это как заховать дистанцию. То есть, в принципе, если вы знаете украинский, можно логически додуматься, что здесь написано. Обязательно, когда будете лететь сюда, распечатайте все необходимые документы заранее в аэропорту, чтобы вы не стояли в очередях и не заполняли всякие формы. Сейчас там, вот мы летели на Ryanair, там, значит, на сайте Ryanair есть ссылки, по которым можно пройти и заполнить на сайте правительства формы необходимые, где вы будете останавливаться. Информацию отель, там, например, паспорта, ваши даты рождения, где вы остановитесь. Эту информацию нужно будет занести онлайн, вы получите номер, вы получите номер, которым будет, ну, вся информация, которую вы заполнили, и вы с собой просто распечатаете и все возьмите. Так же само на каждого вашего тревела, на каждого человека, кто с вами, нужно будет заполнить тоже эти документы и в аэропорту, чтобы все уже было готово, чтобы быстренько пробежали через все эти проверки. Вы себе сбережете нервы. Вильных 32 места на парковке, свободных 32 места. Смотрите, это музей Второй мировой войны. Ну, наверное, вам нужно сюда все-таки сходить. Сюда бухали огромную сумму денег, действительно большие деньги, чтобы это все воплотить в жизнь. Вот. Но мы, скорее всего, с малым туда не пойдем. А вам, я думаю, будет очень интересно сюда все-таки попасть. Там, по-моему, покушать внутри можно. Вот так это смотрится со стороны. У нас еще дождиком поливает небольшим. Смотрится илично. Друзья, если у вас есть полдня свободного времени и вы без детей, попробуйте сюда все-таки сходить. Я думаю, там точно будет чем вас удивить. А с детьми это, конечно, будет не сильно интересное развлечение, потому что времени тут нужно будет очень много потратить, чтобы все просмотреть. Ну, территория большая, но я думаю, что вам должно понравиться. И, может, главное, моя разбил, что logrиться больше. Я crew и танки отдыхаю... ...экции 012C Стоит ли вам говорить, друзья, что в это место надо приехать, обязательно погулять вдоль вот этой речушки. Очень, очень и очень круто. Как найти этот музей войны, чтобы не заблудиться? Вот за мной этот музей войны, вот он, видите, вот там. А мы здесь вот прям в центральной набережной, где колесо обозрения, вот возле него. И вот там дальше, в общем-то, старый город, самая такая главная центральная улица. Ну так вот, понад водичка, можете идти оттуда и придете вот сюда, к концу, к этому колесу обозрения, и как раз попадете на музей войны. Ну а здесь вы найдете чем заняться, я вам 100% гарантирую. Здесь очень много ресторанчиков, кафешек, всевозможных развлекух, покатушки на кораблях. Посмотрите, как разводятся мосты, которые вот здесь вот, они все разводные и все современные. То есть инженерная мысль тут, конечно, хорошая была по поводу мостов. Посмотрите, как они разводятся. Вот мосты, которые за мной, видите, сзади, я показывал видео, как они разводятся. Давайте посмотрим. Ну что я хочу сказать, город некрасивый, все какое-то старое, облезшее, поклевки не хватает хорошей. Здесь надо хорошую финишку взять, заштукатурить, поремонтировать, нормально довести до ума. А то эти европейцы, они не могут нормально ремонты поделать. Ну если честно, здесь хочется снимать постоянно, здесь вообще столько кадров. Вот это, кстати, судно, там в музее внутри, и туда тоже постарайтесь ходить. Вот, у меня не получилось, потому что там выходные как раз совпали, такой график, что у нас были другие планы. Ну в следующей поездке, я думаю, я туда зайду обязательно, на это судно. Это судно возило уголь, и оно очень старое, оно 50-х годов. Сейчас мой отец, наверное, засмущался, потому что он тоже этих годов, мой отец не такой старый, мой отец молодой, а судно старое. Значит, и там уголь возило оно, потом оно было военным, это судно, и есть на что посмотреть. Оно большое такое, я там, я рядом поснимаю его, посмотрите здесь близко на него. Вот, город, конечно, очень красивый, хочется снимать здесь все постоянно. Действительно, я вам рекомендую сюда приехать. Довольно близко с нами, тем более. Вот так поднимает мост, если какое-то судно хочет проехать, или какая-то яхта большая. Вот это судно-музей я рекомендую очень посетить. Солдык, в честь Александра Солдыка, это человек был ударником этой верфи, очень много вложил в свои энергии, труда, и вот назвали в честь его это судно. Посмотрите, какого оно размера, оно действительно большое. Я думаю, на нем любители тематики, вот этой морской, будет очень интересно. Я как раз один из них, я его обязательно когда-нибудь посещу. Друзья, на 37 злотых, посмотрите, какое количество еды. Вот такое суп боречковое, как мы сказали, оно-то борщ, я так понимаю. Вот это огромный кусок курицы просто с салатом, с гречью. Это пюрешка тоже с салатом, с куриным мясом, с пивком, да? И вот еще и супчик. Вот здесь идет к первой и второй комплекте, супчик. Даня, вкусно? С макаронами, в томат. Еще одно вообще некрасивое место, абсолютно. Обычные хрущевки. Приплывок на два лебедя. Вот один и второго вы, наверное, не увидите. Может, увидите. Увидите. Сегодня. Сегодня вечер перед отлетом. Такой вечерний к Данске. Только что опустили мост. Вот такое вот инста-место для фоточек возле этого колеса обозрения и надписи Данск. Яркое место. Особенно многим нравятся вот такие узкие по улице, по которым ты ходишь, как вот люди во Львове там, да, многие любят по этим узким улицам ходить. Здесь тоже такого, конечно, хватает. Совсем нет ощущения, как где-нибудь в Киеве, когда узкие улицы. Хочется побыстрее пробежать. Потому что в Киеве вечером после 10-11 вообще лучше не шастать. Но здесь, конечно, такого ощущения абсолютно нет. Спокойно, тихо все. Вот такой он вечерний к Данске. Место просто бомбезное. Меня, наверное, вообще не слышно. Сюда надо вам прийти 100%. Очень круто. Ну что, друзья, это место однозначно Маст-Си. Очень крутое место. Здесь река, она подходит подо мной. Вот оттуда. Она идет и под мостом, под вот этим проходит. И идет в два русла вокруг вот этого здания. Но там я показывал, как она падает, там, вода. И это очень классное такое аналитическое место. Сзади видно купола, очень красивое здание. Место очень-очень красивое такое для фоточек, для инстаграма. И я оставлю под видео вообще все ссылки на места, которые я показываю. Можете просто прям в виде гугл ссылок посмотреть, да, и перейти на них. Составить себе маршрут, например. Ну, я так понимаю, здесь улюбленные, все любят фоткаться здесь, наверное. И вешают замочки на вечную любовь. Колокола здесь постоянно звенят. Просто круглосуточно. Круглые сутки, реально даже ночью. Вот название этого дворика. Вот так он выглядит. Порядок регистрации был такой. Сначала регистрация, потом проверка на сканере, потом сразу зона дьюти-фри. Паспортного контроля пока еще не было и непонятно, будет ли он вообще. Потому что мы уже вроде бы ищем наш гейт, пока паспорта никто даже не проверяет на выезде. Такие интересные они, поляки. Летим вообще по билетам, бумажным, распечатанным. То есть даже билеты нам никто не выдавал. Вот тут есть МАК. Впереди. Возможно, покажу еще какие-то цены. Так, но паспортный контроль все-таки будет. И он будет прям перед гейтами. Я только что его нашел. Нашу посадку. Так что, все как везде. Такая детская зона. Что, если там даже с кухами? Нормально тут разве кухты для детей. Скорее всего, какие-то пазлы собирать можно. Даня, а тебе нравится? Давай. Ты занят, да? Не будем тебя отвлекать. А как найти эту площадку детскую? Ориентир 13-й бейт. 13-е ворота. Вот он, впереди. Детям обязательно нужно приготовить подарки в дорогу. Один перед самолетом, а один перед такси. Один в такси, один на регистрации. И тогда у вас будет ребенок-милота. Даня, тебе нравятся машинки? Даю себя. Ты себя хорошо вел, да? Да-да. Сам мне необходимые вещи показывают. Сам мне необходимые вещи показывают. Пиво по 9 злоток. Ну, в пабах, где-то странно, стоило по 11 на самом деле. Детичка. 6,5 злота. Адвенек, 10 серии. Ну, все, как в аэропорте. Ну, что, друзья. Хочу какие-то итоги подвести до этой поездки. Какие выводы для себя сделал. Возможно, будет полезно и для вас тоже. Что самое главное, это сделать вывод с детьми. Именно выводы больше с детьми, да? Когда ездишь. То нужно арендовать машину. И это просто обязательно. Потому что... И брать с собой детское автокресло. Детское автокресло надо брать с собой именно переносное. Есть такое. Оно маленькое. У нас компактное такое есть. Но мы его не взяли. Киево оставили. То есть доплатите за него на лоукость. Это будет стоить копейки. Доплатите за него и возьмите с собой самолет. Потому что здесь соревновать машину с креслом. Это будет дополнительная оплата. Дополнительные деньги, да? И оно стоит довольно немало. Смотрите, я нашел сервисы по аренде машин. По каршерингу. Я оставлю под этим видео ссылки. Будьте сюда ехать. Будьте умнее меня. Подготовьтесь лучше. Мы так с малым в этом возрасте не ездили в Европу еще. Потому что сейчас ему 3,5 года. Сейчас возраст такой, что он вредный. Постоянно требует внимания. То есть это довольно сложно с ним ходить. Но у него просто маленькие ножки. И понятно, что ему тяжелее ходить по городу, изучать его. Мы же не на пляже валяемся. Хотим активно проводить время. Для этого нужна машина. Особенно по Польше кататься можно ездить в Сопот, в Гдыню. Это все на машине очень удобно ездить. Хотя и хорошо развитость и в транспорт. То есть там СКМ, например. Это такой поезд, на котором можно за 4,40 на одного человека злотых доехать довольно далеко. То есть вот, например, в Сопот стоит проезд 4,40. На твоих 8,80. Ну то есть нажать на 7 это гривни. Делить на 4 это примерно евро. Недорого. Но с машиной однозначно было бы удобнее. Если брать машину в рент, то я нашел примерно 60 злотых в сутки. Это очень дешево. Есть потому что по 200 злотых в сутки. 60 злотых в сутки это каршеринг. Когда ты просто берешь машину, едешь через приложение, берешь и едешь на ней сутки катаясь и оставляешь потом в другом месте. Так вот, вот через такое приложение нет вообще машин с детским автокреслом. Поэтому брать ее не получится в этом сервисе. Есть другие сервисы, они стоят уже 100, допустим, злотых. Плюс автокресла там еще где-то злотых 15-20. Плюс еще из-за того, что права, допустим, у меня меньше 3 лет, то это будет еще дополнительная страховка за это. Еще там сверху 15, где-то 20 злотых. То есть это уже 150 почти злотых. Даже если самая дешевая найти, самую дешевую машину на механике. 150 злотых и плюс еще автокресла и залог. Залог будет минимум 500 злотых, а может быть и пару тысяч злотых. То есть это все нужно готовить заранее, все продумывать, это все учитывать в своей поездке. И тогда будет все комфортно, потому что малой так много ходить не может. То есть вот это главный вывод. Арендуйте машину и заранее готовьтесь взять ее в аренду. Потому что в принципе более-менее доступно. Но если взять свое кресло, это будет еще более доступно. В целом, конечно, в городе очень понравилось. Вот здесь очень красиво. Здесь куда ни зайди в любой двор, здесь есть какая-то история. Здесь здания средневековые. Понятно, почему людям так нравится средневековая Европа, как говорят. Потому что она здесь действительно, дома здесь в средний век. То есть это 16 век, 15 век, 17 век. Вот такие даты здесь домов. И, конечно, здесь очень много красивых зданий, архитектуру они сохранили. Смотрите, ни одного кондиционера нигде на доме не висит. Здесь все отели без кондиционеров, все дома без кондиционеров, чтобы не портить вид. Настолько они ценят это все. Вот наш отель, который я показывал, он без кондиционера. Смотрите, по поводу языка, да? На каком языке с ними здесь общаться? По поводу английского, я не мог сказать, что здесь прям хороший английский у всех. Я общался, какие-то простейшие обороты я использовал. Специально, попроще, чтобы не было там сильно сложно, да? Вот, и люди, ну, не совсем, не совсем видно, что они теряются на чуть более сложных фразах на английском, они уже теряются. То есть что-то простое они поймут, конечно, но более-менее даже там, например, заказать еду не всегда получается. Но часто я заметил, что люди знают русский или знают украинский, то есть довольно часто. В принципе, у вас не должно возникнуть каких-то проблем с этим всем. Общаться вы сможете, и многие люди знают русский язык, многие знают украинский язык, поэтому... Ну, я везде общался на английском, да? Понятно, что ресепшн, например, в отеле, это все будет... Вас легко поймут на английском, потому что у них там обычно хороший уровень английского. Вот. И общайтесь с ними на английском. Теперь смотрите, еще по поводу, хочу добавить, по поводу вопросов, которые у вас возникают, допустим, в путешествии, да? Вы можете подходить на ресепшн и там спрашивать, допустим, вас интересует аренда машин, вас интересует такси, например, вы не можете сами себе вызвать. Или вы не знаете, какое тут такси местное, да? Подходите в отеле на ресепшн, они обычно сотрудничают с компаниями, которые вам помогают. Которые вам предоставят эти услуги. Подойдите, спросите, какой там есть у вас такси или там у вас есть кардшеринг, рентал кар, там спросите у ресепшн, он обычно вам подскажет. И у них есть уже прайсы, у них есть уже договоренности. И те компании, с которыми они сотрудничают, скорее всего, все нормально с ними будет, но не всегда будут хорошие цены. Скорее всего, сами вы найдете гораздо дешевле. Ну, например, та же аренда машин. Так, в целом, друзья, надеюсь, видео было вам просто интересным. Это влог, конечно, я не претендую на блогерство в туризме какое-то, да, информационное. Ну, какие-то информационные ссылки полезные я вам все-таки оставлю под этим видео. Возможно, вам это будет не просто интересно, но и полезно. А так, спасибо, что ты со мной, друзья. Очень круто, что вы остаетесь на канале. И надеюсь, вам нравится, когда разбавляю контент какими-то вот такими видео с путешествий. Они не так часто происходят, как хотелось бы, но буду стараться путешествовать чаще. Потому что, когда ты путешествуешь, ты как-то все-таки перезагружаешь свои мозги. По-новому потом смотришь на места, в которых ты живешь. Как-то... И знаете, когда вспоминаешь свою прошлую жизнь, да, очень часто вспоминаются как раз-таки какие-то моменты яркие с путешествием. Все-таки жизнь, мне кажется, она более насыщенная становится и более запоминающаяся. Ты как-то лучше чувствуешь прожитую жизнь свою, когда ты путешествуешь. Вот это вот время, оно даже 2-3 дня какие-то путешествия могут действительно вам дать вот это ощущение жизни. И я очень вам советую, не надо собирать, копить постоянно огромные суммы денег. Лучше вложите это в путешествие. Куда-нибудь поедьте, куда-то откройте для себя новые места. Не бойтесь летать на самолете. Не бойтесь, это все несложно. Вы пару раз полетаете, ко всему привыкнете и поймете, как этим всем пользоваться. Не бойтесь английского, элементарно английское выучите и можете кататься, путешествовать. Все, на этом все, друзья, пока. Спасибо, что со мной. Ничего не нажимай, просто вот так держи, чтобы нас ты мог видеть, Даня. Не, я сам. Давай, держи, держи. Давай, держи. Я еще. Так, чтобы маму было видно. Видишь маму? Вот. Мама, самая. Даня. Даня, давай нас. Что это, Даня? Давай еще. Снимай. Все мое. Мне будет катиться. Так, больше надо сидеть. Можно еще. Еще хочешь? Иди, больше. Давай, Даня. Держи руку. Положи. Ромео, положи. Давай. Видишь, маму? Только ничего не нажимай. Дай, просто... Мама, иди к маме. Да, только чтобы было маму видно. Это здесь что-то. Даня, давай нас. Нас. Нас снимай. Ты нас видишь, Даня? Да, вижу. Я больше вы еще. Больше не видишь, потому что на нас надо качать. Да. А у вас еще, а я уже еще. Все, все, Даня. Все. Субтитры сделал DimaTorzok